Дорогие друзья и коллеги, добрый день! Коллеги, добрый день! Мы приветствуем всех наших зрителей интернет-портала «Приветствия» у телекомпании TVC21. Я так понимаю, что у нашего сегодняшнего гостя будет сегодня очень большая зрительская аудитория, потому что пресс-клуб «Социальный резонанс» идет в прямой трансляции YouTube и социальных сетей Facebook и Одноклассники. Итак, всех поздравляю с красивой, теплой и красивым, теплым и солнечным бабьим летом. Дай Бог, чтобы хорошая погода продлилась как можно дольше. Прошу выключить свои телефоны, кто из новичков этого не знает. Сегодня мы открываем сезон, осенний-зимний сезон и пресс-клуба «Социальный резонанс» и серию встреч в формате нашего пресс-клуба с самыми интересными, известными, резонансными кандидатами в президенты Республики Молдова. Выборы царя-батюшки не за горами. 30 октября текущего года, всего лишь полтора месяца, мы постараемся пригласить пресс-клуб. Ну, 23 персон явно, кандидатов явно не успеем, да и незачем, потому что среди них очень много спойлеров и откровенных лузеров. Я думаю, что вы нас поймете, потому что и спойлеры и лузеры нам явно неинтересны. Поэтому будем приглашать тех, с кем приятно говорить. Ну и, наверное, немаловажный фактор, будем приглашать тех, с кем, то есть кто не будет бояться принимать приглашение. В конце пресс-клуба я анонсирую нашего следующего гостя, потому что, по сути, ближайшие недели уже расписаны. И, с вашего позволения, представлю нашего гостя Дмитрия Чубашенко в нормальной человеческой жизни, Дима, закрой уши, потому что я тебя сейчас начну фалить, известного, блестящего молдавского журналиста и публициста, директора еженедельной русскоязычной газеты «Панорама», а в политической жизни кандидата в президента Республики Молдова от нашей партии. К большому сожалению, я анонсировал сегодня, то есть нас должно было быть трое, мы должны были сообразить на троих, но Ренат-то Георгиевич Усатый слег, нет, не под бандитскими пулями, слава богу, значит, с ним злую шутку сыграл кондиционер, лежит с большой температурой, надеюсь, что силы есть смотреть нас сегодня в прямом эфире, поэтому пожелаем господину Усатому скорейшего выздоровления, а то без его фигуры в молдавской политике явно скучно. Дима, добро пожаловать к нам в гости. Здравствуйте и спасибо. Да, значит, ты сегодня первый раз по ту сторону барьера, до сих пор ты был среди прессы, из наших гостей и друзей, сегодня твой статус поменялся, я, как бы, с твоего позволения буду на «ты», потому что мы с Дмитрием знакомы уже лет 20, и столько не живут, как говорят в Одессе. Встретите, пожалуйста, нашего аксакала, господина Ульяна. Значит, ничего не поменялось за 4 года деятельности нашего пресс-клуба. Я, как модератор, задаю тебе 3 вопроса, разгоняем кровь по жилам, после этого у тебя 10 кровных минут, чтобы рассказать о самых важных нюансах, связанных с твоей выборной кампанией, это что-то новое в твоей жизни. Ну и после этого мы начинаем наше традиционное общение с коллегами по ту сторону этого стола. Дим, ты знаешь, я хотел начать наше общение со старого доброго советского анекдота, но это будет вопрос номер 2. А вопрос номер 1. Я вот не поленился, порылся в интернете. Слушай, оказывается, за последние 116 лет наш бренный несовершенный мир знал очень много блестящих журналистов, которые стали легендарными, великими или известными политиками. Вот я подобрал такую пятерку, которых знают все, даже Михаил Федж-Гимпо. Хочу их перечислить и, соответственно, задать тебе вопрос. Значит, блестящие журналисты Владимир Ильич Ульянов-Ленин, Уинстон Черчилль, Бенита Муссолини. Вот, кстати, мало кто знает, что великолепным американским журналистом был президент Джон Кеннеди. Ну и Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и нынешний глава британского МИДа. Вот скажи мне, пожалуйста, кто тебе более близок по духу, кому ты хочешь подражать или будешь подражать? Ну и чьи доктрины ты будешь использовать в своей выборной кампании? Большевикам, фашистам и либералам подражать не буду. А кто из них либерал, извини, Джонсон? Ну, Черчилль, Джонсон. Ну, слушай, я думаю, что хорошие британские националисты. То есть никому из этих, в общем, честно скажу, подражать не буду. Но когда я прочитал анонс, я тоже задумался над этой темой. Вот кто мог бы быть образцом не для меня, а для любого молдавского президента сегодня. И на ум пришло имя Конрада Аденаура. То есть это первый федеральный канцлер Объединенной Германии, который получил в наследство полностью разрушенную страну. Ни одно государство в мире, за исключением Советского Союза, не было так разрушено, как Германия. С 90% всех зданий было разрушено. Страна была оккупирована, разделена на зоны. 12 миллионов беженцев с востока. Нет денег, нет еды, нет жилья у людей. Никто не заинтересован в том, чтобы Германия вообще возродилась и состоялась как государство. Франция хотела забрать Саар, там хотели сделать северную Германию, из протестантскую, южную. В общем, проблем было очень много. Люди реально страдали, немецкие женщины за шоколадку готовы были все сделать американским солдатам. И появляется такой человек, который буквально, уже старый, ему было 74 года, который буквально за 5-6 лет сделал из Германии... Конфетку? Нет, нормальное государство. То есть была экономическая программа соответствующая, которую назвали потом экономическим чудом германским. Очень умелая такая внешняя политика. Он играл на противоречиях между различными государствами. Сумел создать федеративную республику Германии. Он стал одним из основателей будущего Европейского Союза. Добился исторического примирения с Францией. Он примирился с евреями. Может быть, вы знаете, что полтора миллиарда долларов, это половина всех субвенций Германии по плану маршала, были направлены на компенсацию жертвам Холокоста. Но в пересчете на наши дни это приблизительно 150 миллиардов, если мне не изменят память. В 1955 году он прилетел в Москву, хотя он был таким ярым антикоммунистом, прилетел в Москву, наладил отношения с Советским Союзом и добился возвращения из советских лагерей 38 тысяч немцев домой. Достойный лидер. То есть его доктрина социально ориентированной рыночной экономики, потом ее переняли социал-демократы, и, в общем-то, она стала таким общеизвестным явлением в Европе. И именно на основании этой доктрины Европа и добилась того процветания, во многом которого она добилась. То есть, кроме этого, он апеллировал к моральным ценностям. Шумбол христианским демократам, католикам. Вот это сочетание, конечно, оно исключительное. И если бы можно было хотя бы на 5% сделать для Молдовы то, что он сделал для Германии, то любому молдавскому президенту он поставит память. Ну, я так понимаю, что представителям посольства Федеративной Республики Германия, которые сегодня присутствуют, очень приятно слышать. Значит, неожиданный, слышать подобные слова, неожиданный поворот событий, потому что... И ты упомянул еще одного, Кеннеди, да? Да, Джона Кеннеди. То есть, Ленин и Муссолини действительно были журналистами, но они использовали издания с пропагандистских целей, как политики. У Ленина своей газеты, у Муссолини была своя газета «Аванты». Кеннеди, он писал студенческую газету, но журналистом он, в общем-то, не был. Но с ним связана другая очень интересная история, которую мне рассказывали американские коллеги. Одни говорят, что это легенда, другие говорят, что так оно на самом деле и было. Между Советским Союзом и США шла конкуренция, в том числе, за первый полет в космос. Так. 12 апреля полетел Юрий Гагарин, американец Алан Шапард полетел буквально через 20 дней, 5 мая. И расстроенный Кеннеди, так говорят, собрал всех своих помощников и говорит, тут мы проиграли, но нашим следующим шагом должен быть полет на Луну. Он не знал, как работают двигатели, он не знал, как летают ракеты, он не знал, что вообще надо сделать для этого, но он сказал, что мы должны полететь на Луну. Ну, тут стал министр обороны и говорит, у нас таких ракет нет. Стал министр финансов и говорит, у нас денег нет. Ну, он всех послушал и говорит, ребята, вы что, уже не со мной? Это такой намек деликатный. И в сентябре того же года он обнародовал программу Аполло, через 2 года его убили, а еще через 7 лет Нил Армстронг сделал первый шаг на Луне. Они высадили с Луны. Ну что, неожиданный поворот событий, потому что мы все прекрасно знаем, что Молдова, по сути, распределена на пророссийских политиков, на прорумынских политиков, чуть-чуть на проамериканских, про китайских политиков и проукраинских еще нет. Ну, я так понимаю, что ты, сказав подобные реверансы в адрес, на самом деле отца основателя ФРГ Конорада Аденаура немного создал головную боль от господина Лянко, потому что себя пярят как человек, вхожий к Пау Меркель и как человек, которого пользуется абсолютной поддержкой, симпатией, ну и всевозможными плюсами, дивидендами со стороны официального Берлина. Ну, это абсолютно, это великий человек, почему не поучиться у него, почему не взять все хорошее, что он сделал. То есть, у нас многие предлагают там взять Лик Ван Ю и установить сингапурскую диктатуру или еще что-то, но диктатура у нас неприемлема. Мы должны идти по пути демократии, но наводить порядок. И это идеальный вообще пример, как из руин полностью разрушенную страну сделали. Да и, кстати, у него был очень интересный лозунг. У кого? У Лик Ван Ю? У Аденаура. А, так. Новая Германия в новой Европе. Ну, мы эту тему еще продолжим, не сомневаясь. Второй вопрос. И начну вот уже, второй вопрос, начну, пожалуйста, анекдота. Старый, добрый, бородатый советский анекдот про петуха, которому понравилась курица, и он за ней очень долго бежал, потому что хотел заняться любовью. И когда курица все никак не попадала ему в лапы, петух бегал и думал, ну, если я как бы не поймаю, то согреюсь. К чему я это сказал? Вот ты не обижайся, но ты же знаешь, что... Не на кого не обижайся. Что у нас на пресс-клубе мы не любим варианты сюси-пуси и гламур. Да. Скажи мне, пожалуйста, каким образом... Вот вчера опубликовали, ну, я не знаю, верить им или не верить, но, по крайней мере, первые рейтинги кандидатов в президенты и рейтинге ведущих молдавских политических партий. То есть, по большому счету, я вынужден тебя поздравить, потому что у тебя, если мне не сменят память, 3,6 процента. По сути, за 2-3 недели... Да, 2,9. Спасибо. За 2-3... Ну, пусть за месяц выбранной кампании. В пересчете. Да, это круто. Пересчете. Это круто. Ну, скажи мне, пожалуйста, каким образом ты, господин усатый, твои коллеги по нашей партии, твои адепты и твои сторонники намерены переломить очень две предельно мощные машины с очень мощным политическим бэкграундом, административным, финансовым, медийным. Я имею в виду демократическую партию господина Плохотнюк-лупу и партию социалистов господина Додона. Вы на самом деле хотите разогреться или вы настроены на очень мощный результат? Только не пойму, как вы его получите. Давайте начнем с опроса. Этот опрос заказной фальшивый. То есть фальшивые опросы являются частью общей стратегии Плохотнюка по фальсификации выборов. В ходе этих опросов озвучиваются цифры, под которые потом будут подгоняться с помощью фальсификации итоги выборов. Это пункт первый. Так. Почему опрос фальшивый? Вы будете смеяться, но именно потому, что у меня очень высокий рейтинг там. Ладно, другим завысили. Но мне, я вот позавчера общался тоже с одним серьезным социологом, не из тех, которые готовы рисовать рейтинги и не слезая с унитаза. И он сказал, что у тебя не может быть вообще сейчас никакого рейтинга, тебя никто не знает. Если к концу сентября что-то появится, радуйся. Тебя отобидело? Абсолютно нет. И если будет какой-то качественный скачок, то только в октябре. Не может за пять дней с нуля до четырех, до трех и восьми процентов вырасти у меня рейтинг. То есть они даже мне нарисовали. То есть на себе это понятно почему. Пункт второй. Не может быть, это социологически установленный факт, у правых в сумме больше, чем у левых. Почему? Ну это социология известная. По этому опросу у правых 50 в целом, а у левого центра 40. Если взять ВОП апрельский, то у Додона, Усатого и Воронина вместе 25, а у всех остальных правых, там Майя Санду, Настаси, Лупу, Лянка, Гимпу, Киртуака, Филипп, у них 22. У них у всех меньше, чем у этих трех. И это такова социология. То есть социологическая служба вообще в Молдове полностью дискредитирована, как и многие другие вещи, как сам политический процесс, как Конституция, как партия. Все это тоже убито. Осталось три таких службы, которым более или менее можно верить. Это барометр общественного мнения и американский НДА и АйРай. То есть давайте подождем их опрос и посмотрим, что там будет. Хорошо. И вторая часть там. А, как мы собираемся? Да. Ну, если это, конечно, небольшой секрет вашей политтехнологии, ваших политтехнологов, как вы собираетесь переглядать до Дона и Плохотника? У нас есть только один способ это сделать. Через все их машины по оболваниванию людей, через весь админресурс, через весь финансовый ресурс, через возможные фальсификации, которые уже идут, просто обратиться через голову напрямую к людям, что мы и делаем. То есть мы сейчас каждый день проводим встречи, нигде не встречаем никакого негатива, очень благожелательно нас принимают. И это только начало. И они уже задергались. Посмотрите, что они начали творить против активистов нашей партии. Ну да. То есть ко мне прицепиться как бы не за что. Ты в белом. Не знаю, да, в белом. Может кто-то что-то придумает, но нечего мне придавить. Они будут бить по Усатому и по нашей партии. Вот вчера... Так их же бьют. Вчера начались, вот волна очередная репрессий пошла. То есть одного обвинили там в наркотиках, другого вспомнили какое-то там дело 11-го года. Подняли все старые уголовные дела и начинают бить. Потому что они думают, что они там что-то пробьют. Но у нас будет одна очень хорошая песня на выборах. Споешь? Нет, я ее не могу сейчас проанонсировать. Потому что это прерогатива главного режиссера по песням. Да, Ренар Георгиевич. Вождя. А может когда ее презентуют? Ну вот как объявит компания 30 сентября. То есть 30-го Усатый споет? Мы ее вместе все споем. Где-то еще 100 тысяч человек попоем. Просто у Усатого возникла проблема с прошлого понедельника. У него на музыкальном ринге появился еще один мощный конкурент, который любит петь по подворотням и в гаражах. Окей. Главное, что правильные песни поют. Третий вопрос. Ты знаешь, вот уже по СМС-ке поступают наши коллеги из нашего журналистского цеха. Ты знаешь, я хочу третий вопрос. То есть объединить очень много вопросов, по сути посвященных одной теме. Я их объединяю в свой третий вопрос модератора. И будь любезен ответить. У нормальных здравомыслящих политиков, и тем более игроков президентские выборы, обязательно должен быть или план Б, или запасной аэродром. А суть вопроса очень простой. Вот представь себе, что худший для тебя, для Усатого, для нашей партии вариант, что ты не проходишь во второй тур. Ну, неважно, кто проходит. Дадон Астаси, Дадон Санду, или Лупу Санду, или Лупу и Дадон. Что вы будете делать? За кого вы будете призывать голосовать? Во втором туре? Да. Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Я не партийный кандидат. Я не член партии. Мне предложила баллотироваться партия. Есть решение национального совета. И, очевидно, также национальный совет должен собраться и разработать тактику действий, последующих действий, при каких-то любых обстоятельствах. Ну что ж, у тебя начинаются твои кровные 10 минут до общения с коллегами. Сегодня очень много людей пришли тебя послушать и посмотреть. Будь любезен. Так уже у тебя. У тебя есть два основных пункта в программе, помимо массы других. Ну, третий, может, я что-то запамятовал. Значит, ты президент одного указа. Прошу расшифровать. С чем связана твоя... Ну, я бы сказал, патологическая, но тоже похоже на психиатрический термин. Но вот с чем связана твоя вот такая непримиримая позиция к господину Пухотнюку, господину Лупу и к Демпартии в целом? Ну и третий пункт, который ты нам сегодня опишешь или откроешь скобки. Прошу. То есть, действительно, где-то в мае этого года я написал статью такую, в газете опубликовал. Она называлась «Президент одного указа». Я предложил всем лидерам оппозиционных партий найти такого человека в гражданском обществе, не из партии, чтобы никому обидно не было. Он бы взял на выборах с первого тура процентов 70, подписал бы указ о распуске парламента, и потом бы мог уйти в отставку, открыв путь для досрочных парламентских выборов, где уже партии шли со своим платформой. На это предложение как бы никто не отреагировал, и сейчас приходится все это реализовать саму. То есть, мы действительно... Сейчас он уже разработан, проект этого указа. Юристы сейчас работают над политико-правовым обоснованием этого указа. Мы проведем круглый стол, где будет доказана, почему... Правомерность распуска парламента. ...политические основания и юридические основания для распуска парламента. Если очень коротко, то... Мы попросим избирателей фактически поставить свою подпись под этим указом. Каждый голос избирателя за кандидата от нашей партии будет голосом, подписью под этим указом. Будет 100 тысяч, 500 тысяч, миллион. Это все будет подпись. Это будет беспрецедентная легитимность, и подпись президента на этом указе, она будет последней. Почему последней? Крайней, может быть. Последней. То есть он будет иметь за спиной поддержку избирателей и просто подтвердит еще раз своей подписью то, за что они проголосовали на выборах. Прости, я хочу тебя прорывать, но я никогда не знал тебя в статусе садиста. Ты понимаешь, что распустив парламент, ты оставишь ту одну семью без скормильцев? Я думаю, что они обеспечили своих внуков, правнуков и праправнуков. То есть это все нормально, с у нас, с точки зрения. Но много лет вперед, да. Хорошо. Многим не мешает похудеть. Это открывает путь к досрочным парламентским выборам. Я не сомневаюсь, что нынешняя власть будет смятена в результате этих выборов. Придут другие силы, сформируют новое большинство, новое правительство. Выборы можно будет провести при таком сценарии где-то в марте-феврале. 2017. И уже в апреле мы будем иметь дейспособное правительство, новую власть. После этого нужно перейти к основному вопросу. Основной вопрос – это разработка новой конституции на учредительном собрании, которая станет основанием фактически для нового государства, для 4-й Молдавской республики. То есть это фантастический... У тебя есть мечта? В общем, фантастический план. Даже самый первый пункт, сместить этот режим Плохотнюка, он уже как бы выглядит нереально. Но если мы не сделаем это, то мы не сможем двигаться к следующим целям. То есть мы не попадем туда, если здесь не расчистим завалы. Какая будет конституция, решат участники этого учреждения собрания. Это все можно обсуждать. Если вы хотите спросить, как я вижу, несколько ключевых пунктов. В данной ситуации нам интересно. Первый пункт, я считаю, что Молдова должна быть президентской республикой, сильной президентской властью. Потому что если строится новое государство, то должен быть сильным. А налог чем он? Россия или Беларусь? Есть Франция, тоже хороший аналог. Потому что все туда. В Франции есть Соединенные Штаты. Есть варианты разные. Первое, сильная президентская республика. Второй пункт, при разработке этой конституции надо решить преднестровский вопрос. Определиться со статусом Приднестровья. Гаузия также должна принять участие. Решить этот вопрос. Это основные такие два пункта. А дальше можно решать другие вопросы, которые все 25 лет мусолились. Конституционное поле у нас убито. Конституция убита. То есть у нас нет конституции. Не, формально она есть. Ну, ее нет фактически. И надо там решить один раз и навсегда. Ну, не навсегда, но надолго. Все важные вопросы, больные вопросы молдавского общества. Например, я бы включил в конституцию запрет гражданам других государств занимать ответственные должности в государстве. То есть просто в конституции, и пусть они потом судятся там в европейском суде, это в конституции должно быть. Так. Все? Вот три пункта таких. Ударные пункты кандидата Семашенко. Ну, дальше там судебная система. Вы знаете, и Рената Георгиевич об этом говорил. Тут можно пойти по радикальному сценарию. То есть уволить всех судей. А, то есть ты не будешь никого расстреливать, просто уволить? Уволить, набрать новых и платить им для начала 5 тысяч долларов в месяц. Ты представляешь, что молдавский судья, получающий зарплату в 5 тысяч долларов или евро, какая у него будет взятка? Нет. Нет. А потом, потом, шаг влево, шаг вправо, вот тогда расстрел уже, или там пожизненное заключение. Такой судья, он должен понимать, на что он идет. Я думаю, что на 5 тысяч долларов можно жить в Молдове. Да не только в Молдове. Потом можно повысить до 10. Но он должен понимать, что, во-первых, снять иммунитет. И судя из депутатов надо снять иммунитет. Он должен знать, что он находится под мониторингом, вплоть до прослушки, видеокамеры должны. Ему должны быть запрещены там встречи, не знаю, с какими-то людьми, которые там могут ему передавать взятки. То есть он должен на это идти, он должен согласиться, если хочет. При этом он может обеспечить достойные условия жизни. И мы посчитали 400 судей, как у нас сейчас. Умножить на 5 тысяч? Смешно. 2 миллиона в месяц. За 2 миллиона в месяц. Цена такой юстиции 25 миллионов долларов в год. Смешно. Смешно. Это даже меньше, чем... Вы не хотите привлечь господина Саакашвили как помощника и консультанта? Нет, не хочу. Нет. Ну что ж, если ты высказал основные пункты своей программы, я так, судя по поступающим сообщениям, понимаю, что коллеги готовы. Олег Черетнюк, вопрос. Дмитрий Алексеевич, я понял о президентской республике преимущество перед парламентской. В этом случае, если республика президентская, какой вы видите, каким вы видите правительство? Это либо правительство технократическое, правительство технократов, либо это правительство, которое все-таки следует программным установкам правящих партий. А если не получится президентскую республику, то в данном случае, когда уже выборы прямые президента, и эта конституция остается, чего все-таки не хватает в данном случае президента? Какие полномочия? Правительство и функции? Да. Вот чего-нибудь не хватает для хорошей республики? Сегодня президент не может влиять на правительство. То есть по конституции внутреннюю и внешнюю политику проводит правительство. Президент – это глава государства, и там у него есть свои функции. Правительство, оно должно быть не партийным. Это должна быть широкая коалиция. Пусть там все будут не партийные. Это должна быть коалиция правительства, во-первых, компетентных, вернее даже, во-первых, патриотов, а во-вторых, компетентных людей. Сейчас многие ведомства, там нужно проводить зачистку просто. Я примерно знаю, какие и кто это может сделать. Слово «зачистка» звучит очень угрожающе. Нет, особенно с идеологическим таким душком ведомства есть у нас. Вот там просто надо все каленым железом вычищать. Есть люди, которые могут это сделать. Это не обязательно, там должны быть активисты нашей партии или какой-то другой партии. То есть очень много у нас людей, которые могут это сделать. То есть это по правительству. Если сохранится парламентская республика, ну, можно вынести, если в ходе дискуссии будут разные мнения по Конституции, может быть, вынести два варианта Конституции, и люди выберут. Или сильная президентская республика, или парламентская. Но сейчас парламентская республика, как показали 25 лет, это постоянный хаос, бардак, коррупция. Потому что, ну, мы видим, что происходит. Когда все укрепится и стабилизируется, может быть, там через 5, через 10 лет можно поменять и режим государственный. То есть это не вопрос, это не священное писание Конституции. Рефлику можно? Да, конечно. В случае технократического правительства, при данном развитии общества, не видится возможность скрытого саботажа, и порой даже явного, если нет партийной дисциплины. Вам не кажется, что возможность саботажа остается при технократическом правительстве в данной конкретной ситуации, может быть, в общем? Я думаю, можно найти 15 человек честных, порядочных, патриотически настроенных, которые, ну, сделают то, что они должны делать, сделать каждый. Ну, можно найти таких людей. Это не правда, что их нет. А можно продолжение вопроса Олега? Журналист Чебушенко, став президентом Чебушенко, это означает автоматическая должность премьер-министра для господина Усатого? Ну, давайте не будем делить шкуру неубитого медведя. Хорошо. То есть я говорю, как бы, вообще, как я вижу, но это не значит, что это я на себя экстраполирую. То есть, может, это будет кто-то другой. Окей. Так. Симон Никулин. Сибу, привет. Да. Мне очень понравилось слушать продаву своей сказочной досудностью. С вами он решил, найдем 25 миллионов досудей, то есть как-то плохо, но просто. Вот так. И в ходе вот этой речи вы сказали, решил Приднестровский вопрос, тоже как-то просто. Я прошу вас немножко уточнить, как мы его решили, какими средствами мы его решили, и что заставляет в результате, что Приднестровская сторона будет его решить. Во-первых, я не произнес слово «просто». Я помню, что я говорил. Это вам показалось, что просто, да. Я этого не говорил. Я так, помню, что я говорил. Это не просто все, это очень сложно. Это архи сложно. То есть сейчас мы имеем, мы вообще не имеем никакого регулирования. Со времен, мы помним, при Снегуре, Лучинском, там, шли какие-то переговоры, подписывались какие-то документы. И все это закончилось в 2003 году на меморандуме Козыкова. Вот 13 лет ничего вообще не происходит там. Ну, они там занимаются туризмом дипломатическим. Дмитрий, они занимаются также президентским выбором, как и мы. Нет, я говорю политики с обоих берегов по этому вопросу. Они там периодически на красивые баварские озера в Альпы ездят, там что-то пьют вино, наверное, это Рейнска. Хорошее вино. Зато мы видим, как Плохотнёк и Шевчук сейчас прекрасно продают бензин из Румынии вместе. То есть, несмотря на то, что там выборы, здесь выборы, как бы конфликт между сторонами. Что касается урегулирования, есть переговорный формат. Двое участников, трое посредников, двое наблюдателей. Вот, конечно, он должен действовать и сказать своё слово. Конечно, только политически, без каких-то там вооружённых действий. Только на основании взаимных уступок и компромиссов. Сейчас мы знаем, что стороны, исходные позиции сторон, они непримиримы. В Кишинёве принят закон 2005 года, который называется об урегулировании, но его можно назвать законом о неурегулировании преднестровской проблемы. В Тирасполе был референдум, они там собрались в Россию, каким-то другим субъектом Российской Федерации хотят стать. Конечно, это непримиримо. Но надо когда-то начать, потому что если не начать, не начинать, то оно вообще никогда не произойдёт. И делать это при посредничестве международных участников, которые, я думаю, в конце концов заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был урегулирован. Потому что если его не урегулировать по-мирному, когда-то он урегулируется, но не так, как все хотят. Смотрите, было четыре конфликта, да, на бывшем пространстве. Сейчас осталось два. Это что, Приднестровье, Виногорный Карабах? Да. То есть через 25 лет там ни одного не останется. Да, добавлено ещё у Карлижа, ещё Азии дают, ещё Абхазия. Да, то есть всё это, видите, как оно может меняться, если не заниматься этим, оно может пойти... Ну, это хорошо, потому что, раз, Семён, на это обращай внимательно следить за вашей выборной кампанией. Ну, формат, да, он обязан следить. Формат – это формат, то есть это формальность. А формат можно наполнить разным содержанием или вообще никаким содержанием. Когда шли переговоры по меморандуму Козыка, из 40 тысяч тонн боеприпасов 20 тысяч было вывезено. То есть и было бы вывезено всё, если бы... Я не говорю, что надо возвращаться к меморандуму Козыку, но надо начать какие-то переговоры и начать обсуждать. Сейчас вообще никаких переговоров нет. Понятно. И роль иностранных посредников, она может быть ключевой. То есть, конечно, они тоже должны как-то договориться по поводу того, что здесь должно быть. Потому что если мы тут сами что-то сочиним, а потом нам скажут, ну, вы придумали, там, никто это не признаёт, и это всё несерьёзно. Окей. Народ призадумался. Можно дополнение к этому вопросу? Да, пожалуйста, конечно, конечно, конечно. Как по-вашему, является ли необходимым условием для территориальной целостности, вот этой, о которой мы говорим, введения вторым государственным языком русского? В автономии... Щепетильный вопрос и хороший вопрос. В Догородской автономии он официальный язык. В Приднестровье он даже по этому молдавскому закону нынешнему он признаётся как официальный язык. На уровне всего молдавского государства. То есть, мне кажется, нынешний статус языка общенационального общения и, я бы даже сказал, цивилизационного общения. Ну, дай Бог, вот эти возможности использовать. Потому что сейчас даже не используется закон 1989 года о языках. В конце концов, можно этот вопрос вынести на референдум. Но это... Вопрос? Это сейчас отвлекает. Это очень щепетильный вопрос. И, наверное, не надо сейчас такие щепетильные, чувствительные, национальные темы отвлекаться. Нужно построить нормальное государство. Приднестровцы, они могли бы иметь, допустим, своих представителей в правительстве молдавском. А в парламенте? Может быть, даже вице-президент. Вице-президент? Ну, почему нет? То есть, это все можно обсуждать. Можно продолжение этого? Сейчас, сейчас. Все? Эта тема закрыта? Нет. И я вот предложил такую идею, а потом я узнал, что, оказывается... Нет, Дима, я... Маленькая деталь. Я только что из Староклийского района приехала. Так. Сестра покупает лекарства. Производство Россия. Вытащили инструкцию на русском, засунули на румынском, и все. Ну, это ж неправильно. Зайди в любую поликлинику. Ты говоришь, это потом, не надо, не сразу. Хорошо, реплика принимается. Есть... На тему языков... Есть очень хорошее европейское законодательство, но даже оно не применяется. То есть, есть там в Европейском союзе, в Совете Европы свои нормативные акты, вот что... Если больше 10% населения какой-то национальности, там вывески на... Едешь по Румынии, там венгерский, едешь где-нибудь по Франции, там можно на каталонском языке в Испании встретить. То есть, там это работает. У нас, по-моему, нет. Хорошо. Я предложил одну вещь, думал, что я это сам придумал, а вчера мне сказали, что это существовало вообще. А ну-ка. Я предложил, что если государство объединится, перенести столицу на Днестр, объединив города Бендеры и Террасполь. Там сделать новую столицу Молдовы. По примеру, как Казахстан сделал новую столицу в Астане... Не занимайтесь плагиатом. Василий Киртока уже это предлагал в свое время, да? Не-не, но вчера мне сказали, что... На реке Пруд. Что в архивах, да, есть этот план. Город хотели назвать Суворов, там. Но я предлагаю назвать его просто Молдову. Были такие планы, да. Хорошо. Борис Шаповалов. Коллеги, коллеги, слушаем. А, на. Борис Шаповалов. У меня одно уточнение к хозяину вечера. Сколько вопросов можно задать? Ну, давайте по одному, потому что уже поднятые руки. Если будет возможность, я хочу задать еще. Да, обещаю предоставить второе право. Дмитрий Алексеевич, я очень внимательно ознакомился с вашим пояснением к вашей биографии. Виталей, следующее. Да, несколько возник вопросов, если ее нужно пояснять. Странно. Один момент. И вот сейчас внимательно мыслушал ваш ответ. Не, нужно пояснять. Если одна газета пишет, что я родился в городе Резина, то, наверное, нужно пояснить, да? Я в политических пристрастиях. Если будет вопрос, то я его задам позже. Но сейчас вопрос не позже. Вы рискуете попасть в ловушку. Я вас предупреждаю. Сейчас никуда не рискуете попасть, потому что кандидат-президент и был у нас. Но есть и другие кандидаты. Вопрос. 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 Я хотел бы услышать вашу позицию о бойкоте выборов со стороны другой левой политической стилы по КРМ. Соответственно, почему невозможен союз кандидатов от ПСРМ и нашей партии? Вот ваше видение четкое и ясное. Вы не по пути. У вас другие программы. Дима, кстати, очень многие так думают. Почему? Давайте с бойкотом начнем. Давай. С самого... А может с места твоего рождения? То есть тебе точно 53 года. А что мы не знаем в твоей биографии? Так. Вот землевая политическая единственная. Нет, давайте с бойкотом. Это тоже интересно. Партия коммунистов, понятно, это мертвая партия. У нее нет никаких шансов, даже если они выдвинут Воронина, он опозорится на этих выборах. И они придумали себе вот такую отговорку, чтобы не идти на выборы. То есть это есть такая французская поговорка. Мертвые хватают живых. Коммунисты больше по капиталу знают, но... То есть они сами тонут и хотят утащить на дно всех остальных. Ну кому выгодно, мы, наверное, это не будем даже обсуждать. Понятно, что это выгодно плохотнику все. Поэтому партия коммунистов, ну они бы ее уже похоронили и успокоились. К законности. Вот они говорят, это незаконно. А что у нас вообще законно? Нельзя вот так... Говорят, что 99% статей Конституции, они незаконны, а вот 1% давайте его выполнять. То есть у нас все незаконно. И если дойти до такого юридического абсурда, то вообще ничем не надо заниматься. Коммунисты должны сдать мандаты. Они же не признавали этот парламент. Почему они там сидят? В 91-м году они не признали развал Советского Союза. Почему они не борются за восстановление Совета? То есть тут до абсурда все можно довести. И они говорят, что если все будут бойкотировать, выборы не состоятся, и мы их не признаем, и они уйдут. Во-первых, если они все фальсифицируют, почему они не фальсифицируют и явку? Тоже непонятно. Одна треть. Пусть они прочитают статью 92-ю кодекса о выборах, где говорится, если выборы признаются несостоявшимися или недействительными, проводится повторный выбор, а там уже явка вообще не имеет значения. Там придет 10% из фан-клуба Плохотнюка, и они выберут себе президента. Это к бойкоту. Что касается Полевым. Еще в апреле 2014 года я был не поклонником, а как бы... Какого апреля? 2014 года. Так. Я был, как у нас говорится, симпатизантом, да, сочувствующим партией коммунистов. То есть при том, что у меня была своя история с этой партией. Ну да, очень непростая отношения. Я был их сторонником, потому что, во-первых, это действительно, она государствообразующая была партия. Как ни крути, какие бы они ни были. И у них весной 2014 года были реальные шансы взять большинство в парламент. Известные события, это майский пленум, там группа Ткачука, все, вот Плохотнюк там вмешался, развалилась. Появилась партия социалистов Гатон, потом, тогда же летом появился Усатый Спарус. Самый пошел на выборы с Патрии. То есть постепенно партию коммунистов подменили собой вот эти две организации политические. И я писал, я не отказываюсь от того, что писал. Ни одна партия не может взять большинство в молдавском парламенте сама. Это тоже, по-моему, все понимают. Поэтому все равно будет какая-то коалиция, какой-то блок. Коалиция партии социалистов и нашей партии, она выглядит, выглядела и до сих пор выглядит наиболее естественной и органичной. После распуска парламента будут выборы. Все равно эти партии пойдут и, возможно, они в новом парламенте создадут коалицию. Но наша партия, как политическая организация, она не только имеет право участвовать в выборах, она обязана в них участвовать. Предложили мне, я согласился. Это объективная ситуация. То есть идет партия социалистов своей колонной, мы идем своей колонной. Результат мы пока не знаем. Потом будут парламентские выборы и дальше будет видно, как оно все сложится. То есть вот эти разговоры, чтобы кто-то снялся, это неуважение к партнерам. То есть если партнер, это партнерам. Почему кто-то должен сниматься в пользу кого-то? Это неуважение. Это такой электоральный унионизм. Неуважение к кому? В данном случае к нам, потому что нам предлагают сняться. Это неуважение. Я хочу уточнить, неуважение к партнеру или к избирателю? На выборах партнеров нет. В кодексе о выборах там написано электоральный. Нет партнеров. На выборах партнеров нет. На выборах все конкуренты нет. Виталий Вузной. К предыдущему вопросу я бы хотел сказать, что есть еще одна опция. Когда вы вместе договариваетесь, в том числе с партнерами, с правых флангом, ну или с конкурентами, что вы сразу после выборов, кто бы ни стал президентом, что мы ставим одну общую задачу – рост по справам. В каком виде, в виде указа или в другом виде, это может быть и существует по-разному. И тогда бы многие избиратели, наверное, вздохнули два начала. Но вопрос от другого. Я хотел вам точнее. Вы наверняка знаете о сотнях коррупционных схем, небольшой межи и полисовки. Вот может быть вы знаете, какие сейчас из коррупционных схем, точнее борьба с ними, стоит на повестке дня у нашей партии, как у команды. Может быть они уже поделились с вами эту информацию. И плюс, что будет делать политический игрок Дмитрий Чебошенко в случае, если вдруг он не станет президентом господинки Мордома? Да, опять возвращаемся к варианту «Б» и запасному аэродрому. Что? Нет, это лично ко мне вопрос. Лично я сразу скажу, что я поменял профессию. Лично, да. Я поменял профессию. То есть обратной дороги нет. Что касается коррупционных схем, ну, у нас есть у нашей партии три советника из 51-го в Кишиневе. Я не знаю, на что они могут влиять. По Бельцам, там идет борьба с коррупцией, хотя там критикуют Бельцам, но там идет борьба с коррупционным. Вы слышали во время примарства Усатого о каких-то коррупционных скандалах, именно с ним связанных, по Бельцам? Я не помню. Они разгребают то, что осталось там от Витяков, от Черных, от Вороненных и прочих махов. То есть они это разгребают. Там война идет серьезная. То есть они показали, что по Бельцам проведен аудит, судебные иски, никаких схем. Сейчас транспарентно распределяются госзаказы, тендеры. То есть все это происходит в Бельцах транспарентно, в отличие от Кишинева. Власти в Кишиневе или власти в Молдове у нашей партии нет. То есть если она придет к власти, я думаю, будет делать то, что в Бельцах и больше. Что касается коррупции в целом, понятно, что невозможно победить коррупцию. Можно ее только как-то держать в рамках. Кстати, если вернуться к Аденауру, одна из его доктрин как раз и заключалась в том, что ни бизнес, ни государство они не должны иметь контроль, одерживать верх над другой частью. То есть они должны между собой сотрудничать. Наше государство сейчас должно обуздать жадность олигархов, взорвавшихся. То есть они просто потеряли все тормоза, им на всех плевать, они что хотят, то и делают. Их просто надо намордник на них надеть и остановить. Но полностью убивать бизнес, конечно, это нельзя. Экономика не может развиваться или частные предприятия, или государственные. Это, конечно, основа. Наоборот, надо помогать бизнесменам. Дима, я позволю уточнить, когда ты сказал, что ты полностью поменял профессию, обратной дороге нет. Все, ты не возвращаешься на пост после 30 октября, ну или после... Не возвращайся. Не возвращайся на пост директора. Не возвращайся. Хорошо. То есть ты, Дмитрий Чубашенко, уже хочешь стать профессиональным молдовским политиком. Окей, Галина Шаларь. Так, это просто те определившие директоральные делицы. У вас большинство, да? Есть все шансы произвести впечатление. Да. Нет, я хочу задать вопрос. Я неопределившаяся, в том числе и Патану, что с приближением даты 30 октября вам не будет уверенность, что выборов президента не будет. Вау, вот так. Вот я честно говорю, да? Я думаю, что я просто, э, действительно, это неопределенно. Это же просто что-то. Ваше мнение, вы вступили в конкурс, и более того, вы сейчас сказали, что для меня абсолютно неожиданно, что вы меняете профессию. То есть вы, вторуюсь, политиками, и честно вам признаюсь, что понятие профессиональный политик, мне это приятно, потому что в Молдове, по-моему, таких людей, у нас очень мало, как я и честно говоря, там, у нас занимается политикой, а я считаю, что я это нанесу, но на них есть профессиональный политик, это не нравится. И вот все-таки вы верите, что выборы будут? Галина, дорогая, зато мы сегодня потеряли классного журналиста. Это да. Но... Меня очень удивило... Это потерять нельзя. Очень удивило заявление посла США, он где-то дней 10 назад сделал, что Соединенные Штаты выражают озабоченность тем, что выборы не будут признаны или вообще не состоятся. Я не понял, что он имел в виду, и может, он что-то знает действительно, чего мы не знаем, что они могут и не состояться. То есть он выразил озабоченность тем, что выборы могут не состояться, и он дальше сказал, что это приведет к дестабилизации обстановки Молдой. Они могут все, они могут там сейчас не зарегистрировать кандидатов, каких не хотят. Потом могут их снять. И последнее их, как бы, когда они поймут, что не складывается у них пассианс, они могут не признать выборы, отменить их, да. Но я думаю, что это вызовет очень небольшие протесты. Ну да, и что? Ну, выйдут, погудят, и дальше что? Ну, Дима, Дима, я не могу... Федор Васильевич, Федор Васильевич, Федор Васильевич, я не могу тебе сказать в удовольствии получить хорошую дозу мазохизма, Федор Галич. Федор Васильевич. Ну, Дима, я шел сюда, конечно, вы меня сейчас ошарапшили, что вы вообще ушли и трудолись. Ушел. Ушел. Извини, извините. Я не думал, что вы будете твое, правда, вы сам, ну, мне же раз... Дамы, дамы, тише. Строго запретила Русатову задавать вопросы и предупредила сегодня особая любовь, но наверняка он слышит, потому что нам не ультиматор поставили. Если ты сегодня вопрос Русатову задашь, то будешь так иголовной. Ну, в принципе, я понимаю, что такое женское... Я думаю, что... Месяц, в общем. Да, я не повредил, но припеди того ночевать, я посмотрю молчу. Поэтому, учитывая то, что, Дима, вы пришли сюда, я вот честно вам скажу, не шутка, вы новичок в политике. Вот сейчас я на вас смотрю, вы как журналист, вы замечательный писатель, я очень благодарен вам, вы очень много освещали мою активную общественно-фатическую верительность, и вы пишете просто классно, просто и доходчиво. Но сейчас, как политик, вот я вас сейчас послушал, 5 тысяч долларов в суде, а вы ничего не сказали о минимальной той пенсии, где люди выживают, а вы думаете эти деньги? Вы ничего не сказали, мы сегодня пытаемся что-то сделать, и даже писали в вашей партии, шестеро детей лежат, сейчас ей надо спасать от инвалидности, ваша партия даже не ответила. Понимаете, у меня такое ощущение, что вы сейчас пробуете, вы просто вышли на тренировку, но пускать вас на ковер на соревнования, равно, вот я вам говорю откровенно, вот я заметил в первом этапе, когда вы вместе выходили на массовую встречу с избирателем, как смотрится со стороны? Я бы хотел вас спросить, вы вообще со стороны видели эти записи, как смотрится? Вообще-то, когда вы меня учили политтехнологии, вы как кандидат, в последние минуты должны занимать примерно 90% времени выступления перед аудиторией. Сегодня 100, да? Сегодня 100, пока он больно. Как, вы где-то опять... Не, ну вам не угодишь, да. Я просто смотрю со стороны, что говорят люди, я вам озвучу. Когда вы идете рядом, во-первых, вы как кандидат президента должны быть на шаг впереди. А усатый со своей, конечно, с характером, он идет сюда впереди, вы знаете, как водитель, как заместитель в лучшем случае там. И все время, когда вы говорите, вы посмотрите на него, правильно ли я говорю. Это со стороны, это слово. Я вам рекомендую, я вопрос не хочу задавать, потому что... А, то есть это рекомендация? Но я хочу вам парить мать больше. Возьмите хорошего имиджмейкера политтехнологика, потому что со стороны, когда вы идете к людям рядом, вдвоем, все-таки усатый должен помнить, что он вас против играет, и он должен быть на шаге сзади, а вы должны быть впереди. Это не смотрится. Дима, с уважением к вам... Так пойдете к нему, политтехнологии? Вот у меня был вопрос, но когда вы сказали, что вы ушли в журналистики, этот вопрос еще не был. Вот то, что вы сказали, да, буквально дословно, несколько дней назад я прочитал в одной сводке по контрпропаганде. В смысле, это Гелич написал дословно? Нет, не Гелич. Но если Гелич... Ладно, не об этом. Смотрите, вы там сожалели, что я везде хожу с усатым. Вот сегодня без усатого, вы говорите, почему без усатого? Не угодишь прямо? Мы будем и так, и так ходить. Не, не, я вам объясняю, объясняю. Мы будем ходить и так, и так. Да, у нас тандем. Понятно, почему. Ну, что я действительно, как вы сказали, новичок. Усатый тоже новичок, но у него все-таки два года, у него есть партия, есть рейтинг. И вы понимаете, что одна из задач в ходе кампании, чтобы усатый рассказал всем своим сторонникам, что есть такой кандидат Чубашенко и призвал их голосовать за меня. Поэтому мы должны появляться вместе. Это, по-моему, это элементарно. Но это не единственные вообще избиратели, на которых мы рассчитываем. Например, есть люди, которые мне говорят многие, что мы бы никогда в жизни не голосовали за усатого, но за тебя можем проголосовать. Даже так? А что их не устраивает? В Кишиневе таких много. Потом есть среди них даже румынские унионисты. Вот один подошел, почему-то он сказал, что за тебя готовы проголосовать. Именно потому, что у нас очень жесткий анти-плохотниковский посланник. Ни у кого такого нет. Вот у нас мы не левые, не правые, без геополитики. Мы жестко против Плохотнюка. Смести этот режим. Потом уже партии с геополитикой пусть разбираются. То есть даже теоретически нет. И третье, как бы, Галина сказала на неопределившихся. Мы ездим много. По моим таким уже реальным наблюдениям, практическим, процентов 40 людей, они во всем разочаровались, и они неопределившиеся. Они не знают, за кого... Я сказал минимум, да. Они не знают, за кого голосовать. Вот, получается, сторонники Усатого, которые пойдут на выборы. Мои сторонники, сколько-то их есть. И неопределившиеся. Где-то мы вместе с Усатым ходим, где-то я по отдельности хожу. То есть это нормальная техника. Что касается на меня влиять. Понимаете, вот 53 года никто не влиял на меня, да? А тут кто-то начнёт влиять. Какой Усат? Кто-то, я сказал. Меня нельзя заставить что-то сделать. Можно попросить, можно убедить. Но вот заставить, если я не хочу и не понимаю вообще, что происходит, меня нельзя заставить сделать это. Просто невозможно это. Усатого, ну, известно, он не может участвовать в выборах, как бы. Понятно. Дима, но на самом деле согласись, в той выборной кампании, как кандидата в президенты, Ахиллесова Пята – это всё же экономическо-финансово-банковский блок. Нет хороших аналитиков, экспертов или для тебя это сейчас не приоритетная задача и проблема? Я сам много, как бы, я очень хорошо понимаю, что происходит во всех секторах молдавской экономики. Ничего не стоит там в течение буквально одного дня сесть и получить брифинг и разработать программу от самых лучших специалистов, которые в любой области. И у меня есть свои идеи, если есть время, я бы мог рассказать там в разных областях. Например, ну, понятно, ежу понятно, вот нынешнее, чем занимается нынешнее правительство? Оно же не развивает производство, ничего. Оно вот, экономика, она как больной, и они ему вливают через капельницу кредиты. Получили, хвастались 60 миллионов от Румынии, да? Дети 60 миллионов, вот кто-то знает, дети 60 миллионов. Лучше стало? Сейчас они говорят, Филипп вообще, он просто чушь сморозил полную. Он сказал, что наша предвыборная платформа – это меморандум СМВФ. Это полная чушь. Не может быть у правительства вообще такой цели. При том, что этот меморандум засекречен, и в нем повышение пенсионного возраста, повышение тарифов на коммунальные услуги, замораживание трансфертов от Минфина местным органам власти, они не могут сейчас ничего делать. Это все по МВФ, и все это засекречено. Он говорит, что это наше все. С международными организациями надо иметь хорошее отношение, но надо всегда защищать интересы собственные, а не их интересы, и следовать им на поводу. А эти просто сдались, вот лишь бы им деньги дали. И у них источники какие? Долги, долг увеличивается. Кастарбайтеры, тоже уменьшается перечисление. И все. У них же производство они не развивают. Кто-то слышал, что они что-то открыли, какое-то предприятие. Понятно, что без производства и без экспорта нельзя поднять экономику и нельзя пополнить бюджет. И, соответственно, нельзя повышать зарплаты тем же судьям, учителям, врачам, матерям пособия, потому что у нас катастрофическая демография. У нас женщины должны рожать по пять человек, чтобы хотя бы не продолжало падать население. Давай продолжим экономический блок. И про производство, да? Да. Вот у нас легко можно в каждом из 32 райцентров открыть два-три небольших предприятия. Я не говорю эти гиганты советские, там микропровод, мизон, либроприбор и все остальные. Но цех на 50-100 человек открыть можно. И я могу перечислить отрасли. Например, производство холодильного оборудования. У нас есть две фирмы, Дина Котчик и МГМ, которые завозят и устанавливают во всех магазинах. Это спонсора вашей выбранной компании? Извините, нет, это просто... Нет, к сожалению, к сожалению. К сожалению. Холодильник, если ты начинаешь производить, это несложно. Это 4 листа железа, там двигатель, фреоны. Это очень просто все делается. Цех открыл, 100 человек там работает. Во-первых, ты уменьшаешь импорт, ты продаешь отечественные вот эти холодильники, может быть, ты их даже экспортируешь. Уже баланс немножко выпрямляется. Ну, ничего не надо делать тогда, дороже. Давайте будем дальше жить на кредит МВФ. Следующая отрасль. Упаковка. Упаковка везде. Все упаковывается, все. У нас не производится упаковка, тоже все импортируется. Фармацевтика. Очень болезненная для всех тема, лекарства. Рынок лекарств оценивается в 200 миллионов евро в год молдавский. 4,5 миллиарда леев. Огромный рынок. Оказывается, я узнал, что у нас было когда-то 35 фармацевтических предприятий. В советское время. Нет, вот сейчас. Маленьких там. Сейчас осталось 6. Но зато 50 импортеров. Где работают кто угодно, но только не фармацевты. У нас элементарно перевязочные материалы. Йод, зеленка, балакардин. Это можно в райцентре открыть. Пусть там 30 человек работает, но они делают бинты. Бинты завозятся, зеленка завозится. В три дорога. Вот, пожалуйста, еще один. Я уже не говорю мебель. Молдова делала когда-то мебель. У нас 100 с лишним мебельных цехов. Можно как-то все это поддержать, укропнить и экспортировать в том числе мебель. Традиционные наши отрасли, агропром, в мире существует дефицит продовольствия. То есть практически все, что произведешь, так или иначе можно продать. У нас дамы просятся вопросом. По экономике. Потом будете говорить, что я про экономику не сказал. То есть агро, то есть можно мясо. Ну, конечно, основной рынок это Россия, потому что в Европу много не продаж. Дима, прости, ты сейчас описываешь отрасли, которые ты возьмешь под личный контроль, если станешь президентом? Да, можно так сказать. Президент, государство должны играть ключевую роль в развитии экономики. Создавать для этого слой. То есть ирригация. Надо заниматься ирригацией. Людмила Лащенова, прости. Людмила Алексеевна, я прошу. Извините. Так, коллеги, слушаем вопрос. Алексеевич, это будет правда, если я скажу о том, что когда я узнала о том, что ваша кандидатура была выдвинута в качестве кандидата президента, я даже вам позвонила и вас поздравила. Скажу почему. Всю свою сознательную жизнь я всегда думала о том, еще и находясь в парламенте, который называется сейчас парламент 90-е, я смотрела на зал и думала, кто придет на смену тем, кто должен идти. И всегда думала о том, чтобы появился человек в возрасте... Агитация еще запрещена. А что? Агитация еще запрещена. Нет, вы не знаете, что я хочу сказать дальше. Три момента меня потолебали в том, что я вам позвонила. Скажу почему. Я прочитала вот за вашей серписью газеты «Московский комсомолец» биография с пояснениями и была просто воздосадована, что вы, оказывается, очаровываетесь лидерами партии, в том числе и для вас Филат был привлекательной фигурой. Вы такой... Не, вы прочитайте. Можно? До конца нет, не вырвайтесь из контекста. Я сейчас читаю газеты, вы знаете опыт. Хорошо, я отвечу. По диагонали... Да, продолжаем, Людина Алексеевна, продолжаем. Так вот, вы опытный журналист, и что вы ошиблись в «Пирате», доверяя ему свою судьбу, я поражена. Это первое. Второе, что вы говорите, что не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Меня смутила сейчас ваша... Ваши ответственные вопросы, когда Борис Алексеевич спросил вас, кого вы поддержите, если вдруг вы, кажется, не более... Не во второй тур не проходят. Так. Вы ушли от ответственного вопроса. Я всегда считала, что вы все-таки человек, который... Вот, есть правые, левые. Я все-таки думала, что вы на левом фронте. Я все-таки считала, что вы эту идеологию, эту идеологию разделяете. Знаете, и тогда у вас бы не было вот таких скачков, вот таких вот... Какие-то... Формулируем вопросы. Значит, Филат, не создавая себя кумира, и почему вы не левый политик? Значит, вы прочитаете, там я сказал, что для того, чтобы не разочаровываться политиками, не надо ими очаровываться. Ну, там так написано. Это элементарно, это вторая заповедь, все известно. Что касается Филата, там тоже написано, там вы тоже вырвали из контекста. Я сказал, что Воронин, там написано, в 2009 году он всех достал. Он действительно всех достал. И я лично имел, моя семья имела проблемы с Ворониной. Я все это прочитал. Не, ну вы это не упомянули, и выглядит так, что я вот связался с Филатом, потому что он Филат. Филат просто, он тогда представлял движение, которое боролось с Ворониной. И я был 25-м по списку. Что говорит о... Позиция была Воронина, мы вместе были. Да, была позиция Воронина. Потом, потом... Дайте Дмитрию вылюбиться, пожалуйста. Спустя буквально несколько месяцев я ушел оттуда. И то, что натворил Филат, я потом и Филата критиковал жестко. То есть, что он просто оказался... И там написано, что он оказался слабым, жадным и тупым. Вы процитируете до конца. Мы все прочитали очень... Ну, все, но не все цитируете. Я вам говорю о том, что меня не зачаровано. Я понял. Значит, мы можем задать... Федор Васильевич, Федор Васильевич, можем задать следующий вопрос. Наталюзин. Они сидели и молчали. Вот как раз мой вопрос очень гармонично вписывается в то, что вот тем, когда вы поняли. Тише. Тропотный граммалист. Наш выбор делается в последнюю две недели, когда выкладываются основные аргументы. Ты говоришь, что тебя нечем зацепить, но вот простая вещь, которая будет очень здорово работать на электоратах. Но вопрос не о том, какие против тебя были аргументы в дальнейшем, о том, что примерно 40% неопределившихся, плюс еще очень большая усталость у граждан этой страны от провала всех возможных возмущений, протестов, каких-либо выражений, согласия или гражданской активности. И мы наблюдали и в марте 2016 года, и позже, и последнее разуме было в январе нынешнего года. Помимо того, что есть сумасшедшее разочарование в политическом классе в целом, нету доверия каждой из политических фигур, которая сейчас появляется на поле, плюс еще вот эта вот большая усталость. Как ты оцениваешь перспективы того, что люди могут просто не прийти на выборы, что неопределившихся станет не меньше, а больше? И какая у вас, с твоей точки зрения, может произойти, какая игра на низкой явке может случиться? Хороший вопрос. Ну, все это известно, что 85% Молдова движется в неправильном правлении, 85% хотят поменять власть, 95% терпеть не могут лохотнюка. Статистику мы знаем. Но мы сейчас ездим и увидели действительно, откуда растут корни всего этого. То есть недоверие, самая вот такая фраза распространена, мы никому не верим. Куда не приходишь, мы никому не верим. Ну, народ понять можно. Не доверяем ни политикам, все нас обманули. И ты не можешь даже сказать, что мы там вас не обманем, потому что они все равно тебе не поверят. Объясняешь, рассказываешь. Таких, я сказал, процентов 40. Но когда ты их спрашиваешь, а на выборы вы собираетесь идти? Они говорят, да, мы пойдем на выборы. Но вы же не верите. Но мы все равно пойдем, мы будем думать. То есть такой парадокс. Люди никому не верят, но все равно хотят идти на выборы и будут еще думать, за кого голосовать. Но кроме этих 40% есть, допустим, еще 60%, которые понимают, что происходит и готовы сознательно проголосовать. То есть я уже говорил, вот там те же сторонники нашей партии УСАТО, их много, да, их там десятки, сотни тысяч. Там какие-то мои сторонники, вот мне начинают люди верить. И вот эти не определившись. И вот три такие большие категории, которые... То есть явка не будет? Не, явка будет за коммунистов, вот сколько бы проголосовало за Воронину? Ну, по-поже. Процентов 8, да? Ну, из них, может, половина откликнется на его призыв. Это где-то 60 тысяч человек. Но половина все равно пойдет, за кого-то проголосуют. То есть они не смогут, как они говорят, вот мы это сделали с референдумом когда-то, еще что-то. Они не смогут повторить все это. То есть люди пойдут на выбор. Руслан Шевченко. У меня такой вопрос. Руслан, погромче только, пожалуйста. Да, такой вопрос. В газете есть ли судьба по всеми статьям, которые вы публикуете? Я уже давно не публикую статью. То можно судить, что главной целью, которую вы ставите, это устранение плохой века. С другой стороны, как вы сами видите, по раме, и притом в предыдущие годы, да и сейчас тоже, фактически основным средством, которое держит плохой веков власти, является Соединенные Штаты. Если следует этому, то фактически ваши протесты, и без того, чтобы воздействовать на позицию Соединенных Штатов, ваши протесты не будут иметь никакого эффекта. Какой смысл в газетах заявлять жестко-коперку, если посольство США ориентируется на других людей, и вашу позицию не поддерживают? Какой смысл в такой пропаганде и даже в протестах? Если реакция Соединенных Штатов, мы видим, что они поддерживают позицию демократической партии и что-то плохой веков. Это означает, что должны быть какие-то другие способы борьбов. Не только те, которые вы видели, вот, в палаточной карте, я знаю, заявления по телевидению, и там будут. Нужны какие-то другие способы. Например, я знаю, про Игорь Горьев, встречался там с комплексами, сенатами. А почему не с Трампом? Ничего этого бы не видел в среде наших политиков. Никому почему-то не приходит в голову. Разве там, вовремя, на счет. Поэтому мне непонятно, как можно добиваться от выпадения благопиха, заведомо понимая, что позиция США не в вашу пользу, и вы не пытаетесь эту позицию изменить. Дима, извечный вопрос. Что будем делать с американцами? Это такая колониальная логика, логика апологета колониального режима. Да, вот есть метрополия в Вашингтоне, а мы здесь... Ну да, я не согласен с этой логикой. Во-первых, американцы сегодня поддерживают, завтра не поддерживают. Они так, знаете, как американцы. Вот они очень, кстати, заинтересовались нашим проектом. Посол запросил встречу. А деньги предлагают уже? Нет? Вот. Мы... Я сказал вначале, что мы через голову вообще всех, включая Соединенные Штаты Америки, обращаемся к молдавскому народу напрямую. И мы просим людей нас поддержать. Посмотрим на результат. То есть ничего личного к американцам нет? У меня вообще ничего личного в этом мире нет. Нет. Так может, Руслан, на самом деле зерно истины есть. Надо... Плохотнюк сегодня лоббирован клоном демократов. А что бы вам? Что, Рената Георгиевича слабо организовать эту встречу с Трампом в Вашингтоне? Нет. Если я сейчас скажу что-то про Соединенные Штаты, мне потом припомнят. Понятно. Владимир Маскалёв. Ты уже на ножей в спину революции. Садитесь, садитесь. Садитесь. За спину не надо стоять. В последний раз только в суде я был со стороны лоббута. Я постою перед следующим возможным президентом. Вопрос, вопрос. Постою и хочу предложение сделать, когда его называют Димой, Димочка, если это будет завтра президент, как вы к нему будете обращаться? Нет, Димочка его никто не называл. Господин президент, да? Да, господин президент. Значит, Дмитрий Алексеевич, у меня вот такой вопрос. Вот сейчас было два бойкота. Один бойкот со стороны демпартии в отношении генпримара, и второй бойкот со стороны ПКРМ. Прокомментируйте, пожалуйста, потому что понятное дело, что основной смысл президентной компании – это привлечь своих сторонников. Никто никого не переубедить во время президента компании не может. Можно только привлечь своих сторонников и, так скажем, подготовить тех, которые будут голосовать против вас, чтобы они не выходили на выборы. Ответь, пожалуйста. Дарин Киртуака – это вообще трагедия. Это беда народа, беда кишиневцев. Это чума вообще. Он выдает себя за такого румына, великого румына. Я очень много езжу по Румынии. Вчера был в Бухаресте. Киртуака в Румынии не выбрали бы примаром самого задрыпанного села. А у нас он выдает себя за великого униянеста. То есть пусть сделает хотя бы как в Ясах. В Ясах нет киосков, нет маршруток, чисто, нет этих незаконных пристроек, есть генплан в Ясах. Там все видно, что люди вообще понимают, что такое градостроительство и занимаются этим. У нас это просто какая-то банда дегенератов вообще управляет Кишиневым, которые просто уничтожают город наш. И то, что они боятся референдума об отставке, гимпу шантажировать Плохотнюка, что мы там выйдем из коалиции. Ну если ты не боишься, проведи референдум. Вот Усатый не боится в Бельцах референдума. Там пытаются провести. Демпартия критиковала Киртак, но тем не менее отказалась от проведения этого. Да, поддержалась референдума. Да, понятно. Да, поделиться. Какая партия? Наша партия? Демпартия. Нет, демпартия. А, ну их шантажируют гимпу. Они же у них альянс. А что, неужели господин Плохотнюк настолько слаб, что он зависит от шантажа Прайдохи по фамилии гимпу? Ну, наверное, как-то неприятно. Вот даже гимпу вышел из альянса. Ну да. Как-то некрасиво. Им сейчас надо наоборот как бы сохранять, что они все вместе. Реноме. И второй вопрос был про бойкот. Ну вот два бойкота. Как казалось бы, один бойкот демпартии в отношении отставки Киртуарка, второй бойкот ПКРМ по поводу выборов. Ну, про ПКРМ я говорил. То есть это... Вот по параллельски. ПКРМ, знаете, вот если кто в деревне видел, как отрубают голову курица, и она потом еще бегает по огороду, вот это ПКРМ. Да, жестко. Петр Паян. Петр Иванович, прошу. Вопрос только, пожалуйста. Да, комментария не подробно. Просто ковы. Спасибо. Первое. Я могу промолчать, как и ассоциация с Российской, которая представляет. Она и пусная в республику Модору 339 тысячи. Городные из республики Модорова и юргейская формена, которые ждут вас на левом жерегу. Первое. Сессия в республике Модорова и юргейская формена, которые ждут вас на левом жерегу. Городные из республики Модорова и юргейская формена, которые ждут вас на левом жерегу. 369 голосов не гарантируют. Тысячи готовы. Готов ли там один министр принять? Отвестия уже готовы. Просто надо еще раз скандинфицировать вот ту программу, которая дает, что хотите развернуть. Более подробно, потому что на них как раз не спрашивают, когда вы нас заберете. Это есть вопрос? Коллеги, тише, тише. Спасибо, Петр Иванович. Ну, по Приднестровью очень коротко, потому что уйдем в дебри опять. Ну, я сказал, что добавить нечего. Если что, могу добавить, что мы с Петром Ивановичем родственники дальние. А. Полиния отца. Ага. Хорошо. И оба из Григорьев. Дима, я все же, вот мы тебя внимательно уже, по сути, полтора часа слушаем. Скажи, пожалуйста, я все же хочу некой конкретизации. Ты можешь составить психологический портрет твоих сторонников и людей, которые за тебя проголосуют, как за президента? Кто это человек? Пол, возрастной ценз, социальный статус. Вот ты уже провел десятки, если не под сотню встреч. Кто они, эти люди? Ну, как эксперты это называют протестный электорат. Протестный электорат сегодня составляет 80% всех избирателей, которые хотят перемен. Вот это люди, которые хотят изменить эту систему в широком плане. В этих 80% наверное, ну не все осят, а есть очень большая доля, которые конкретно считают главным злом Молдовы Плохотнюка и хотят избавить Молдову от этого Плохотнюка. Вот дело не только в Плохотнике, я согласен тут с господином Шевченко. То есть Плохотнюк сегодня, он есть система, вот он ее. Система создавалась, начиная со Снегу, Ролучинским, больше всего при Воронине. И Плохотнюк перенял эту систему и довел ее, в кавычках, до совершенства. Он, сегодня он фактически узорпатор, он придумал для себя неконституционное, незаконное звание вот этого координатора, незаконный же Совет о коалиции. То есть нигде в законах не написано, что есть такие органы управления. Типа Литбюро или, а это Лай, никто он там, фюрер, да. Хорошо. Коллеги, у нас до окончания пресс-клуба 15 минут, если есть вопросы, прошу их сформулировать. Я хочу все же продолжить. Есть, мы с тобой не первый год в журналистике. Вот есть некая запретная тема в нынешней молдавской действительности под названием «Китайское лобби» или «Китайское инвестиции в Молдове». Вот я стараюсь очень многим таким людям, кто разбирается в политике и в экономике, которые приходят нам в гости, понять, что за этим следует. Ты разделяешь с точки зрения, что Молдова никогда не сможет получить огромные китайские деньги под какие-то серьезные, стратегические или, как принято говорить, инфраструктурные проекты, потому что американцы попросту это запретили делать. И что намерен делать ты для продвижения китайских интересов в Молдове, если ты станешь главой молдавского государства? Деньги надо брать у всех, да. То есть дадут китайцы, надо брать у китайцев. А если тебе дадут деньги колумбийские наркобороны, что будешь делать? Нет, легальные деньги. А, легальные деньги? Не грязные деньги. Если можно взять какой-то технический кредит в Китае или в России, есть азиатский банк, сейчас открылся. Есть разные финансовые учреждения, нельзя зацикливаться на валютном фонде, надо брать деньги везде, и любые инвесторы, их надо приветствовать. Единственное, что все это было законно, и есть какие-то вещи стратегические, например, я против продажи земли иностранцам. Позавчера разрекламировали приезд барона Ротшильда, телеканала Плохотнюка. Но мало кто знает, что они занимаются в том числе скупкой черноземов по всему миру. Это один из немногих еще таких ценностей. В Молдове 2 миллиона гектаров пахотных земель, по 2 тысячи долларов за гектар, за 4 миллиарда можно все это скупить. И если у нас еще купят и землю, то это неприемлемо. Ты согласен с мнением, что молдавская политическая система настолько деградировала, что без диктатуры или без очень жесткого внешнего управления, в частности от имени клана Ротшильдов или их антиподов, клана Рокфеллеров, мы еще 25 лет будем пребывать с глубокой задницей, извини за выражение. — Я против диктатуры. — Пиночет? Пиночет не твои герои? — Нет, Пиночет, Лик Ван Ю, вот называют. Мы все-таки, вот говорят, нам надо идти в Европу. А мы где вообще? — На географическом Европе, всю сознательную жизнь. — То есть надо использовать европейский опыт. Я вначале назвал Аденауру, то есть закон он закон, должен быть для всех. Не так, что там этот клан Плохотнюка творит, что хочет, а беззаконие активистам нашей партии там фабрикуют уголовные дела ни на чем. То есть это не закон, это... — Твои прогнозы как публицист и журналист очень часто сбывались. Давай я тебе задам вопрос, не относящийся к твоей президентской кампании. Я все же его воспользуюсь моментом, еще, условно говоря, здесь 11 минут, пока ты еще журналист. — Твои прогнозы, чем закончатся два мега-резонансных дела в современной молдавской действительности? Дело Ивана Шора и дело Вячеслава Полковна. — Филат еще есть. — Филат уже неинтересен. — Шор, он спец по доносам, то есть он пишет доносы на всех, лишь бы спасти свою шкуру. — Стокачок? — Доносчик, да. При том, что ни Филат, ни Платон, миллиард не ворвали. Филат украл, миллиард выводили через фирмы, которые там называют группа компаний Шора. То есть в форточку залезали компании Шора. А уже то, что они выносили из форточки, как это делили там, это другой вопрос. Ясно, что Филат был в доле. Филата сделали таким козлом отпущения. Сначала на него навесили 250 миллионов долларов, сейчас 800 миллионов лей, где-то 40 миллионов. — Ну да, цена падает. — Еще там на Платона что-то миллионов 25. Но все равно где-то 900 с чем-то миллионов. Они пропали, никто их не собирается возвращать. То есть они не для того украли эти деньги, чтобы возвращать. Я думаю, что между Филатом и Платоном разница в чем. Филат молчит в надежде, что ему сделают какую-то поблажку и скостят срок. Платон, наоборот, громко кричит, потому что для него это единственный способ сохранить свою жизнь. Для Филата вопрос жизни и смерти не стоит, для Платона стоит. Платон может получить срок тоже лет 10-15. А Шор, если есть Кроул-2 уже, но его не публикуют. Доклад там Кроул-2 можно просто брать, и это как уголовное дело. Фамилии, банковские проводки, суммы, фирмы, фамилии. Просто вот этих людей всех арестовывать. Они не публикуют это. — Так, еще один прогноз. Дмитрий Чубашенко по аналитику, публицисту, журналисту. — Мариан Лупо однозначно теряет пост председателя Демократической партии. Вариант А, если становится президентом. И вариант Б, если проигрывает президентские выборы. — Честно сказать, неинтересно. Единственное, что мы должны знать про Мариана Лупо, это то, что он кандидат Плохотнюка. Больше ничего не надо знать про него. — Будущее твоих правых оппонентов Майи Санду и Андрея Анастасия в случае, если они не проходят во второй тур. — Их уничтожат политически, господин Плохотнюк. — Ну, если эту власть сейчас не поменять, она всех уничтожит. Всех оппонентов. И потом они закроют и Молдову как государство уничтожит. — Есть ли хоть один аргумент или некий пунктик, который может тебе, Дмитрию Чубашенко, и твоему партнеру Ринату Аусатому согласиться на тактический, тактический, подчеркиваю, альянс с Владимиром Георгиевичем Плохотняком во имя спасения Республики Молдова? — Категорически нет. — Дмитрий Алексеевич, как кандидат в президенты, неужели вы не понимаете, что дважды уйдя от вопроса, от ответа на вопрос, кого вы поддержите во втором туре, вы допускаете мысль для нас, избирателей, что вы можете поддержать правого кандидата? — Хороший вопрос, кстати. — Пойти с усатым на сбор. — Давайте я вам отвечу. — Вы представляете, нас были два десятка или три десятка избирателей. — Давайте... — Мы власть и задали вам вопрос. — Хорошо. — Вы левый политик, вы левая партия. — Можно ответить? — Можно ответить? — Пожалуйста. — Вот, если бы была моя воля, да, партия должна всё-таки принять решение. Я не решаю один всё. — Сейчас вы говорите, вы предполагаете, что я не пройду во второй тур, а я не признаю этого. — Нет, мы не предполагаем. — Мы хотим вашу позицию. — Позиция в том, вот, человек, политик, да, политик, который скажет, две фразы скажет. — Плохотнюк бандит, и он должен сидеть в тюрьме. — И второе. — Я подпишу указ, который предлагал Чубашенко. — Я поддержу его. — А кто это скажет? — А кто видел ваш указ? — Ну, сейчас нельзя его публиковать, выборы не начались. — Фёдор Георгиевич? — Дима, а сейчас после моего вопроса скажут, что я человек Плохотнюка. — Я не знаю, что Плохотнюк бандит, Плохотнюк, и везде, где вы не увидите, Плохотнюк, Плохотнюк, Плохотнюк. Я лично с ним не знаком и лично даже не встречался. — Я тоже. — И мне это заинтересовало, вот вы сейчас, вот в этой передаче, вы все больше и больше не удали. Надо встретиться с ним, надо встретиться с ним, посмотреть, посмотреть этого человека. И я вспоминаю 25 лет, как это называлось, начиналась всё наша страна. Была система снега, преступность, бандит, все в этом всё, он завязал борьбу и так далее. Потом Лучинскому всё припомнили. — А потом пришёл Воронин, первые четыре года мы восхищались, последние четыре года мы и ворвали. Потом сегодня президент, ну и еще Тимофе, сидит тихо, вообще о нем никто не думает. — Но он живёт ещё, всё нормально, да? — Вытащили Плохотнюка. — Скажите, пожалуйста, с юридической точки зрения, на всю страну говорили, вы единственное писание этого, что Генрич продаёт людей и детей. Я уже три года хожу за всеми, спрашиваю, ну покажите мне, какого я продал. Юридическое у вас доказательство сейчас какого-либо преступления для меня, для всех, кто смотрит, вы об этом говорите, значит, у вас есть какие-то факты. Вы можете сейчас озвучить? Юридический, грамотный. — Что Плохотнюк, что Плохотнюк, Фантомас, докажи. — Вы меня заинтриговали, честно говоря. — Не, ну фактов много. Есть... — Вы, понимаете, что Плохотнюк, когда идёшь в суд, спрашивают прокурора. Доказательство, шептим, покажите. Вот вы можете сейчас дать президента. — Не, не, я не прокурор. — Слушайте, это очень серьёзная тематика. — Да, я... — Вы всё время об этом говорите. Конкретно. — Наверное, факт у вас есть. — Я даю политические оценки. Юридический, кто сейчас вообще будет судить Плохотнюка? Ну вы можете себе представить? — Я не говорю судить. — Конкретно какую-либо факт. — Плохотнюк, поймал саду, её нам зажал в углу, бабушка без того, чтобы заявление в суд подать, обрадовалась. — То есть, конкретно, вы понимаете, что я говорю? — Каждого человека можно, неважно, Плохотнюк, Кейт, Артур и так далее. — Меня интересует, как гражданин Артур. — Представьте, пожалуйста, факт. — Какого-либо преступления, его, где можно сейчас углевать, в любом эфире, отгласить. Это не лечь только о нём, это принцип должен быть. — Вот докажи, что Плохотнюк фантомас. — Нет, мы утверждаем, не мы, а это я, Голланды, что Плохотнюк захватил государство. — Это общая декларация. — Это политическая декларация, да. — Это политическая декларация. — Дальше. — Преступлись. — Дальше. — Он захватил, это Воронин сказал, что путём подкупа и шантажа он сформировал это новое большинство. Он захватил большинство в парламенте. Ночью они где-то утверждали своё правительство незаконно. То есть процедура была нарушена, и они там где-то его утверждали. — Просто как вампира. — То есть он всем купил парламент? — Воронин так сказал, что он купил, да. А я Воронину в этом верю, да. Вот в этом деле я ему верю, да. — Тех людей, которым взяли деньги. — Федор, вы хотите поговорить, поговорите, да. — Берема, не переворачивай тебе то, что я сказал. Я конкретно за вопрос. Какое-то преступление этого человека. — Стой, 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 стой. — Юридически сейчас не доказано, потому что никто не может возбудить уголовное дело против него. Вот Платон делает заявление, что Плохотнюк украл миллиард. Но кто возбудит дело против Плохотнюка сейчас? Ну вы же... — Да. — Серьёзный человек. — А когда Шор сказал то же самое против Илата, против него возбудили дело. Платон кричит в суде, Плохотнюк украл миллиард. — Всех сейчас не учат. — Шор написал где, когда и сколько вы не дал. — Хорошо. — Я вам другие вещи скажу. Схемы Воронина кто-то расследовал. Вот смотрите. Мол, Телеком, да? Вы знаете, что везде прокладки или офшоры. Каждый звонок международный капает копеечка в офшор. Сейчас всплыла схема продажи нефтепродуктов Шевчуком и Плохотняком. Прокладка, деньги уходят в офшор. Молдавская ГРЭС, Энергоком. Деньги уходят в офшор. — Паспорта, схема, которая еще со времен Берштейна действует. Паспорт стоит, знаете, бланк сколько стоит? — Сколько? — Три евро. — Это было 25 лет. — Оно сейчас работает, да. — Это было 25 лет? — Оно сейчас... Почему они это не убрали? Если они такие вот за реформы. Почему они это все не уберут? — Хорошо. — Это все работает, все схемы. — Мы сейчас идем в бесконечные споры. Но перед тем, как мы тебе приготовим и презентуем... То есть перед тем, как мы уже приготовили, то есть наш клубный многолетний поэт, как всегда, оказался на высоте. Кстати, пожалуйста, подумайте, что подарить Борису Тихоновичу, потому что всему достойному мужу скоро исполняется очень крутой юбилей 80 лет. Но поздравлять заранее не будем. Да, мы отметим Борису Тихоновичу, обещаю. Значит, перед тем, как мы тебе презентуем наш подарок, грешно не воспользоваться огромной зрительской аудиторией. Какой бы ты месседж хотел бы передать после тебя, после сегодняшних дискуссий в нашем пресс-клубе и особой любви Федора Васильевича Гелича в отношении Дмитрия Чубашенко? — Агитация запрещена сейчас. — Ну что агитация? Передай людям хороший выходной. Это что, агитация, что ли? — А, хорошо. — Да. Любите друг друга. Что? Что скажешь народу? — Ты же кандидат. Скажи народу. — Да, скажу так. Вот мы сейчас много ездим по Молдове. Я много и раньше путешествовал, и по работе. Но сейчас ещё раз убеждаешься, насколько красивая наша страна, насколько она, в общем-то, маленькая, и как здесь при желании можно очень быстро всё изменить, и насколько у нас хорошие люди. Вот люди — это последнее достояние, которое у нас ещё осталось. Очень многие уезжают. И, ну, призывать не уезжать я не могу, но мы постараемся сделать. Вот это, пожалуй, главная задача. Спасти народ. То есть, чтобы люди возвращались, размножались, и жили здесь нормально, чтобы у их детей... — Было светлое будущее. — Не светлое, но... Чтобы они знали, что здесь дети их тоже могут жить. А что касается режима, нам... Вот нам говорят, что это нельзя, то нельзя. Вот кто-то говорит, пусть говорит, а мы будем говорить своё. И пусть уже люди кому поверят. Вот наше слово против слова тех, кто сомневается. Мы предлагаем сломать тюрьму, а нам говорят, тюрьму ломать нельзя, можно только барак перекрасить из розового цвета в голубой, можно поменять женщин с мужчинами, и колючую проволоку, и ротпеллера на овчарку. Вот нам такие реформы предлагают провести. Ну что ж, минусы сегодняшней встречи и открытия нашего цикла. Не напрягайся, всё хорошо. Что мы на самом деле, я искренне сожалею, господь свидетель, что Дима, ну, может, надеясь, что это всплеск эмоций, а если нет, то на самом деле, сожалею, что покидает наш журналистский цех. Журналистов в Молдове, как ни странно, пруд пруди, и в Кишине, в частности, но классных журналистов, неважно, русскоговорящих, молодоговорящих, руманоговорящих, на самом деле, можно перечитать по пальцам. Сожалею. Нет понятия независимой журналистики, независимых политиков. Но, с другой стороны, хочу пожелать тебе от имени всего пресс-клуба социальный резонанс удачи, и, наверное, даже не железобетонных, а титановых нервов, потому что политика относится тоже к категории древнейших профессий, как и проституция и журналистика. Надо вытерпеть, и надо, наверное, иметь временами очень толстую носорожью кожу, чтобы не поддаваться на мелкие, дешевые провокации, выпады и уколы. Очень хочу, чтобы путь, который ты избрал, оказался путем правильным и праведным, но это уже компетенция Господа Бога и небесной канцелярии твоих, наверное, амбиций, личных, мужских и политических. Перед тем, как мы с тобой спростимся, я обещал, то есть мы сделали оно, что сегодня мы открываем цикл встреч, бесед и презентаций с самыми интересными, известными, резонансными кандидатами на постпрезидента. В пятницу, 23 сентября, это пятница следующей недели, мы ждем в гости умную, состоявшуюся женщину, мать бизнес-умен, которую зовут Сильвия Раду, я думаю, что дискуссия будет интересной. На 30 число еще рано анонсировать, но у нас будет не менее интересный гость, ждите наших приглашений. Я вас благодарю за сегодняшний чудесный вечер, мы специально выждали достаточно большую паузу, чтобы не размениваться по мелочам и не тратить пустую время на неинтересных и ненужных собеседников. Напоминаю, что сегодня у нас гостил Дмитрий Чубашенко, остаюсь при своем мнении, блестящий молдавский журналист, публицист, политический комментатор, аналитик, ну, я так понимаю, уже экс-директор еженедельника Панорама, кандидат президента Республики Молдова от нашей партии Рената Усатова. Чем все это закончится, покажет, наверное, утро понедельника, 1 ноября, на самом деле, дай тебе Бог удачи, потому что ты человек нашего круга, нашей профессии, и понятно, что есть и корпоративная симпатия, и корпоративная этика. Искренне тебе желаем удачи, искренне тебе желаем не разочаровываться, если не выйдешь во второй тур, потому что победы не бывают без поражений, как сказал мудрец. Коллеги, поблагодарим Дмитрия за эту встречу. Рената Георгиевича желаем быстрейшего выздоровления, добро пожаловать в наш пресс-клуб, с разницей в несколько недель, будем держать планку и формальности, и до следующей встречи в пресс-клубе «Социальный резонанс» в пятницу, 23 сентября. Хороший выходок. Спасибо.